Поддержка программы «Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Где взять качественный силикатный кирпич? Конечно же, на Кировском кирпичном заводе. Превосходное качество, быстрая погрузка и доставка. Кировский кирпичный завод. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Добрый день. Начинается наш эфир. У микрофона работает Светлана Занько. И сегодня вы услышите интервью нового управляющего кировским отделением Сбербанка Артема Пищика. Артем Александрович уже в нас в студии. Добрый день. Добрый день. Сразу должна предупредить, что это не коммерческие эфир. Мы не будем здесь сейчас рекламировать услуги Сбербанка. Мы будем знакомиться с конкретным человеком, с Артемом Пищиком, который сидит сейчас напротив меня. Напоминаю, что вы сможете увидеть видеозапись, послушать аудиозапись. И потом почитать расшифровку нашего интервью на сайте хакерова.ру ближе к вечеру. Но сейчас в прямом эфире мы будем беседовать. И начнем с того, что я попрошу Артема Александровича рассказать немного о себе. Что мы знаем, что вы, в общем, где-то недалеко от Кировской области родились. Семья ваша там, не знаю, кстати, семью уже перевезли в Киров? Да. Все, значит, семья уже здесь. Но родились вы в городе Чебоксары в 1977 году и служили в банковской сфере 20 лет. Это все, что я знаю о вас. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Ох, спасибо. Кто такой Артем Пищик? Ну, совершенно верно, вы отметили, что родился в Чебоксарах, 1977 год, то есть 40 лет. Причем всю свою сознательную деятельность получается. Еще в банковскую сферу попал еще в период обучения в Чувашском госуниверситете. Это 1998 год был. Тогда еще банк СБС Агро существовал. И, собственно, вот с 1998 года идет отсчет. 20 лет, да. Действительно, уже 20 лет получается в этом году. Ну, в 2000 году Сбербанк. И вот, собственно, с 2000 года Сбербанк. Причем, ну, я... Почти вся профессиональная деятельность Сбербанка связана. Да, вся профессиональная деятельность банковская, она связана с Сбербанком. И, скажу откровенно, я об этом не жалею. И, действительно, мне очень нравится, очень интересно. И я увлечен работой в Сбербанке. И поэтому я могу долго и много рассказывать о том, как и что и чем мы занимаемся в системе Сбербанка. Это, действительно, очень здорово и интересно. Мы об этом сегодня поговорим. Хорошо. Да, это будет здорово. Вы женаты. Я женат. У вас кольцо на руке. Совершенно верно. Да, как я уже отметил, семья, действительно, уже переехала. Ну, правда, сейчас находится на отдыхе. На заслуженном, да, скажем так. То есть отправил семью отдыхать. Сейчас отдыхают все вместе с детьми. Дети будут учиться в школе. Сейчас мы над этим работаем. В Кирове. То есть дети в Кирове, в школе и в садик нам надо, соответственно. Поэтому плотно в том числе занимаемся вопросом труду, как труду устройства, да, садикового устройства и так далее. То есть это такие нормальные, хорошие бытовые вопросы. И, собственно, они иногда, ну, тоже, хоть и хлопоты, но приятные, интересные, поэтому. Вы в Кирове, то есть официальное назначение было объявлено 4 июня, в начале июня. Потом у вас был отпуск, вот вы сейчас приехали. Но само знакомство с городом, оно произошло раньше или вот сейчас после назначения? — Смотрите, вообще с Кировом, конечно, я не могу похвастаться тем, что я очень хорошо знаю Киров, Кировскую область. И вообще я себя ловлил на мысли, что для меня это, ну, такая очень новая область знаний и всего прочего. И вызов определенный. Потому что впервые я с Кировом познакомился в прошлом году, когда у нас там был вояж определенный в Пермь. И сплав в Пермском крае. И я решил как раз ехать через Киров на Пермь. И вот это было первое и единственное, по сути, знакомство с городом. Ну, тогда, это прошлый год, лето, очень хорошее впечатление город на меня произвел. И с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения обустроенности, назовем это так, да, обеспеченности объектами различными. Начиная там с кинотеатров, торговых центров и всего прочего-прочего. После Мариел дороги, ну, не расстроили. То есть я лишний раз убедился, что, в принципе, дорожная инфраструктура, она похожа во всех городах. У нас так или иначе и оставляет, с одной стороны, желать лучше. Но я это всегда называю возможностями, да, с точки зрения улучшения. Вот, ну, а по сути, более плотное знакомство у меня состоялось уже, когда проводилась работа по согласованию меня на должность управляющего. И более плотно мне удалось с Кировом познакомиться. Это в апреле, в мае. И у меня на это было, ну, два месяца до официального назначения, которое произошло 1 июня. И вот в эти два месяца я как раз постарался уже более детально погрузиться. Ну, прекрасное время, чтобы с Кировым познакомиться в апреле, конечно. Мы понимаем, что я себе город представлял в этом году и в другие годы. Но сейчас уже лето, и у вас практически в течение этого года было несколько, да, таких вот ярких экскурсов в Киров. Общее ощущение от города, вот Киров, он для вас сейчас какой? Он отличается, мне кажется, от Чебоксара. От Чебоксара, от Ишкаралы, где тоже мне удалось поработать. Ну, чем отличается? Ну, с Чебоксарами, кстати, он чем похож? Тем, что по возрасту города похожи. То есть они действительно такие относительно, ну, немолодые. Города, назовем это так, по сравнению с той же Ишкаралой. За счет этого, конечно, понятно, что, ну, многие здания достаточно старые и, ну, кое-где нуждаются, там, опять же, в неком капитальном, там, иногда и косметическом ремонте. Вот, но, тем не менее, видно и чувствуется, что у города есть своя история. Город очень самобытен в этом плане, он очень интересный. Меня радует, например, что он не серый. И, ну, здесь, конечно, правильно вы говорите, совпадает, что тут и все цветет, и пахнет, и расцветает. Тут уже тополиный пух мы уже имеем возможность наблюдать. Зеленый очень город. Очень зеленый, да. Меня он этим, кстати, порадовал, потому что я люблю, когда много парков, люблю, когда есть зелень, когда есть какие-то водоемы, назовем это так. В этом плане, скажем так, город не разочаровал и продолжает не разочаровывать. Город радует, интересный, интересно вот это его, как это, холмистость, назовем это так, рельефность. Да, опять же, в этом плане, может быть, где-то есть какие-то параллели с Чебоксаром. Чебоксары тоже такие, как все города любят называть себя городом на семи холмах и так далее. Поэтому я сугубо позитивно отношусь к Кирову. Я вижу, что город очень интересный. Мне нравится население здесь. По крайней мере, может, мне так везло. А я считаю, что, в принципе, по жизни не часто везет. И дай бог, чтобы и дальше везло. Население очень отзывчивое, улыбчивое. И несмотря на то, что город ближе к северу, по сравнению с той же Ишкараловичей, Баксаром, на 200-300 километров вроде северней. И когда мне говорили про Киров, что я своим знакомым рассказал, он говорит, о, все, там, холода и так далее. Я всех начинаю споказать. Говорю, ребят, ну, это плюс-минус один градус по температуре. То есть, ну, да, хорошо, в Ишкарале 31, в Кирове 30 сейчас, да, условно. Значит, все-таки коллеги и знакомые остороженно восприняли ваше назначение в Кирове и говорили, что там может быть и холодно, может быть и хмуро, и люди замкнутые, и что-то такое. Вы пока этого не почувствовали. Ну, слово «замкнутое» не звучало. Если говорить о таком неком традиционном, ну, вот в сознании, по крайней мере, поволжских жителей, скажем так, да, вятичи все-таки как-то так воспринимаются более, как это, по-корректнее, по-правильнее сказать, да, ну, спокойные, что ли, не такие медлительные, не расторопные. Но я готов это опровергать сейчас на каждом углу, потому что я вот, ну, пока, по крайней мере, я не встретился с такими людьми, которые вот действительно вызывают, как это, я сам человек, ну, достаточно импульсивный, быстрый, и даже по речи это иногда чувствуется, я сам себя иногда останавливаю, что что-то я быстро говорю. На нашем фоне вы говорите довольно медленно. Отлично. Ну, значит, хорошо, есть над чем поработать. Мы будем улавливать. Я бы вот, тут у меня два момента сразу всплывают из того, что вы сказали. Во-первых, я бы хотела, конечно, нет, во-вторых, я бы хотела поговорить о команде Кировского офиса, да, успели ли вы познакомиться, и как вы ее оцениваете. Но сначала я бы хотела поговорить о самом назначении на должность управляющего Кировским отделением Сбербанка. Напоминаю, что Артем Пищик у нас в гостях. И есть возможность у человека в системе Сбербанка отказаться от предложения. Ну, положим, вот вы работаете в Чебоксарах, или, не знаю, там, в Перми, или там в Южкороле, вам говорят, мы рассматриваем вашу кандидатуру, Артем Александрович, на город Киров, ну, или любой другой город. Да, вы так прикинули, вам показалось, что не очень, и вы можете отказаться, или нет? Как происходит процедура перевода на новое место службы? Потому что у меня такое ощущение, что в Сбербанке ротация между регионами и городами, она достаточно активно идет. Да. Полтора-два года, и уже на новом месте человек. Ну, я бы сказал, 3-5. Полтора-два, это короткий срок, на самом деле, и за полтора-два года, ну, по сути, тяжело оценивать, а что человек успел сделать. Я иногда даже шучу, что есть у нас высказывание Тарвахова, это один из замов у Германова Сочегрефа, что, в принципе, если в системе ничего не делать, то система еще по инерции, годик это три, в принципе, будет работать, и результат не будет сильно ухудшаться, скажем так. И вообще любого руководителя на этом фоне можно оценивать, ну, по итогам как раз срока 2-3 года, это минимум, на самом деле, потому что, ну, действительно, система работает, система очень такая качественная, отлаженная, и важно дать определенное время для того, чтобы почувствовать себя руководителем на определенной позиции. С точки зрения права отказаться, право есть, этого права никто не отнимал, и единственное, есть некие разумные пределы, да, что понятно, что если ты человек, там, как у нас любят говорить, амбициозный, сверхамбициозный и так далее, ты заинтересован в своем дальнейшем развитии, и когда тебе идут предложения, и ты отказался один раз, отказался второй раз, ну, вероятность того, что к тебе поступят предложения третий раз, ну, оно, конечно, уже очень маленькое, а уж четвертый раз вообще минимально. Поэтому все в ваших руках, если вам идет предложение, вы, конечно, можете здраво оценивать, и понятно, что если предложение, ну, какое-то неадекватное, там, в плане условий работы, условий переезда, зарплаты, там, и всего прочего, ну, конечно, ты имеешь право отказаться. Бывают семейные какие-либо обстоятельства различные, поэтому у нас не армия, то есть в приказном порядке перевести, ну, гипотетически возможно, ничего невозможно в этом мире нет, да, но, как правило, делается все сугубо по обоюдному согласию и в интересах обеих сторон. Интервью с Артемом Пищиком, управляющим Кировским отделением Сбербанка. Слушайте вы сейчас, уважаемые наши коллеги и кировчане. Мы хотим познакомиться с Артемом Александровичем как с человеком, поэтому у нас здесь нет сейчас активного обсуждения продуктов Сбербанка, у нас не рекламная программа, у нас беседа. Так мы и движемся дальше. Сейчас прервемся буквально на полминуты, и дальше я бы хотела как раз поговорить о команде Кировского офиса, как с ней произошло знакомство, какие для себя вы взяли тенденции, направления, особенности на заметку, и как собираетесь этот офис развивать, какие задачи поставлены перед вами, уже в следующем вопросе. Продолжаем разговор с Артемом Пищиком, управляющим Кировским отделением Сбербанка. Артем Александрович, вопрос о команде Кировского офиса. Еще раз подчеркиваем, что вы только что буквально вступили в должность. С кем удалось познакомиться, и какие особенности этой команды вы выделяете? Или у вас корпоративные стандарты, корпоративный дух на всю страну и зарубежье распространяется, и люди такие стандартизированные? Ну, каждый человек индивидуальный, и сказать, что у нас все там строго прямые, перпендикулярные, так точно нельзя сказать. Очень-очень разношерстный и коллектив, но я согласен с вами, что у нас есть своя корпоративная культура, и она, конечно, накладывает свой, на мой взгляд, позитивный отпечаток с точки зрения поведенческих, моральных, профессиональных и личностных качеств в том числе. Что касается команды Кировского отделения, ну, опять же, я не знаю, я, может быть, излишне позитивен в своих оценках, но мне команда нравится. Мне, конечно же, пока не со всеми удалось познакомиться, то есть пока знакомство такое верхнеуровневое. Понятно, что мы с руководящим составом уже более плотно отрабатываем индивидуальные встречи и так далее, все у нас проводятся плюсом. Я постарался за прошедшие два с половиной месяца, пока в Кировской области присутствовал, поездить по ряду районов, и, ну, опять же, исключительно позитивно, я вижу неравнодушных людей. Вот реально я, по крайней мере, опять же, может, так вот сложилось все, но пока я вижу действительно неравнодушных людей, которые болеют за свое дело, болеют за то, чем они занимаются, и причем не только в плане работы, а по жизни, в принципе. Люди очень активны, имеют свою позицию, могут ее отстаивать, и что мне еще более всего нравится, что если приходят с какими-то вопросами, то они приходят, в том числе, и с решениями, с вариантами решений этих вопросов, и это вдвойне приятно, когда, ну, тебе не приходится за людей генерить что-то там, да, штурмовать и так далее. Артем Пищик любит, когда люди ступают с вами в дискуссию, отстаивает свою точку зрения, или он любит, когда вот дано распоряжение, и все побежали его исполнять? И та, и другая позиция заслуживает уважения, у каждого свой стиль правления? Есть такая книга «Преумножители», и вот там, знаете, как раз есть такая теория, что ты можешь быть строителем империи, можешь быть тираном, там, всезнайка и так далее, принимать решения за всех людей, но это качественно не улучшает ту команду, с которой ты работаешь, команда твоя не развивается. Поэтому проще всего за кого-то принять решение, командовать и сказать, все, мое решение, единственное правильное действие, мы поехали. Это быстрее, но не факт, что это лучше. Поэтому, да, я за то, чтобы мы вступали в дискуссии, за то, чтобы мы вместе принимали решения. И это не всегда дается легко, но это, поверьте, эффективнее. С какими-то проектами, которые команда Кировского офиса инициирует внутри региона, уже познакомились? Да. Ну, во-первых, в силу того, что я работал в соседних регионах, я с таким, ну как это, радостью, что ли, пришел в Кировское отделение, как раз потому, что мне удалось не со стороны наблюдать за тем, что происходит в отделении, да, а в том числе плотно погрузиться. И на этом фоне меня, например, радует тот проект, который Кировское отделение начало с госуниверситетом в части виртуальной реальности и виртуализации объектов недвижимости, которые впоследствии заставляются на продажу. Меня радует проект, который отделение начало реализовывать совместно с правительством области в части создания центра оказания услуг малому бизнесу, в первую очередь, на принципах единого окна, когда юридическое лицо, предприниматель может прийти в одно конкретное место и сделать все необходимые операции, начиная с регистрации юридического лица, ну и потом открытием счета, получение бизнес-услуг различных, в том числе государственных услуг. И это действительно работает. Вот эти проекты меня впечатляют, и я уверен, что за этим в том числе наше будущее. Кировский офис, ну это на мой взгляд, потому что мы достаточно плотно работаем по различным проектам городским и общественным. Кировский офис является инициатором вот как раз общественных мероприятий, который проводится в городе в самом, я меньше знакома с регионом, могу только город оценить. Регулярно, несколько раз в год, большие массовые общественные мероприятия и украшения города к Новому году и к лету, все время какие-то возникают моменты, направленные на улучшение жизни горожан. Это, наверное, называется социальной ответственностью бизнеса, когда не только прибыль и выгода стоят во главе угла, но когда бизнес уже вызревает и дозревает до того уровня, что готов вкладываться не только деньгами, но и человеческим ресурсом в развитие того места, где находится этот офис. Что вам известно об этих проектах? И сами вы вот в Чебоксарах, в Йошкарале, в таких проектах участвовали? — Ну, начну, наверное, со второго вопроса «да». Он будет более короткий, наверное, ответ. Да. Ну, опять же, мы вскользь затронули корпоративную культуру в Сбербанке, и, на мой взгляд, это последние несколько лет, это действительно один из элементов нашей культуры, когда, ну, причем важно, на мой взгляд, еще, чтобы это было искренне, на самом деле, опять же, не из-под палки, не ради какой-то там бизнесовой. — Невозможно сказать человеку, ну-ка, мы пойдем сейчас одной командой и сделаем людям хорошо, а кто не придет, тому сдать из штрафа. — Не согласен. — А, можно, да? — Это возможно, но, возвращаясь опять к принятию решений, приказам и так далее, это неэффективно, потому что это должно исходить изнутри, из человека, от всего сердца, да, и причем зачастую, может быть... Мы же вообще, как бы, вот, россияне, как часто говорят, мы же живем чувствами, и важно, чтобы мы действительно все делали искренне, от всего сердца, и только тогда то, что мы делаем и чем мы занимаемся, оно будет и жить дальше, и приносить пользу. Вот, а с проектами Кировского отделения Кирова, Кировской области, да, опять же, удалось ознакомиться, и даже в некоторых удалось уже поучаствовать, в частности, если говорить про спортивное мероприятие, то зеленый марафон, который у нас прошел в конце мая, там лично. — Даже погода не воспрепятствовала. — Погода, да, я переживал насчет погоды, ну, это героически, я вот за это благодарен всем участникам данного мероприятия. Я вдвойне рад, что погода дала нам возможность провести там забеги детям, в первую очередь, да, которые не почувствовали этих всех напасть, а, ну, взрослые, отхватили по полной, и в том числе я там, да, до нитки промокли. Но, опять же, это определенный вызов, определенный интерес. А проектов действительно очень много, и про Новый год вы вспомнили, и я готов заверить, что все те начинания, причем не только начинания, многие проекты уже получили такое достаточно мощное развитие, и я понимаю, что за счет, ну, хочется так, рекламу, не рекламу, но благодаря Сбербанку в том числе и в Кировской области, многие социальные проекты получили свое дальнейшее развитие, распространение, и другие компании, организации с высоким уровнем социальной ответственности подхватили эти проекты и продолжают их. И мы будем продолжать это делать, будем стараться вовлекать всех остальных во все подобное. Это однозначно. И к Новому году, и вот летом у нас сейчас будем открывать площадку с тренажерами в рамках, опять же, благотворительности. Это все будет и дальше обязательно делаться. И пришло время, чтобы поговорить с правительством Кировской области, потому что, вероятно, уже состоялась встреча на самом высшем уровне, может быть, и нет. Расскажите мне, познакомились ли вы уже с губернатором Кировской области, с профильными министрами? Да, такое знакомство состоялось. И, как я уже пояснил, в принципе, более-менее плотно начал погружаться в деятельность Кировской отделения Сбербанка еще в апреле месяце. И, собственно, первая встреча на Кировской земле состоялась с губернатором, с Ильзом Владимировичем, 10 апреля, с участием председателя Волгарского банка Сбербанка Петра Николаевича Колтыпина. Собственно, на этой встрече в том числе обсуждались те совместные мероприятия Сбербанка, которые проводятся вместе с правительством. И я хочу, опять же, порадоваться за тот уровень взаимодействия, который сейчас сложился. Ну, по крайней мере, я для себя отметил, что правительство области очень неравнодушны. Это действительно чувствуется. Заинтересованы в дальнейшем развитии области, заинтересованы в повышении уровня благосостояния, скажем так, и самой области в целом, и отдельно каждого жителя. Ну, как это? На основании чего делается? Ну, во-первых, это чувствуется по тем, скажем так, проектам, которые, понятно, всегда есть над чем работать. Это вот перфекционизм никто не отменял, и можно до бесконечности пытаться улучшить что-то. Но я вижу, во-первых, что есть четкие программы, которые направлены именно на поддержку бизнеса, и те мероприятия, которые проводятся правительством, они, на мой взгляд, в принципе, могут помочь бизнесу при условии, что бизнес тоже в этом заинтересован. Мы уже, ну, сотрудничаем по ряду направлений в рамках сельского хозяйства, по проектам, которые в том числе субсидируются с участием Федерации и с участием области. Конечно, мы плотно работаем с предприятиями обрабатывающими машиностроений и с предприятиями торговли и сервисов. То есть, ну, Сбербанк в этом плане, конечно, присутствует во всех областях. Правительство оказывает содействие в том, что, опять же, есть программы субсидирования, выделения дополнительных средств на развитие бизнеса, и через нас это в том числе реализуется по жилью, например. В том числе мы заинтересованы в строительстве, в том, чтобы строилось новое жилье, строились новые предприятия, и правительство здесь слышит наши пожелания и предложения в части развития инвестиционной привлекательности региона и живо откликается, ищет инвесторов, помогает нам в поиске этих инвесторов. То есть, ну, тут такая достаточно, на мой взгляд, конструктивная совместная работа идет. Но это была одна такая рамочная встреча, я так понимаю, встреча знакомства. Пока еще рабочих встреч по конкретным проектам не было. Ну, почему? Мы уже на уровне, как вы уже правильно отметили, профильных министерств, Минпрома, Минэкономразвития. Уже ряд рабочих встреч у нас был проведен. Мы встречались с руководством предприятий обороны промышленного комплекса при поддержке, опять же, правительства, при поддержке Минэкономразвития мы запустили проект совместно с Гуглом по бизнес-классу. Бизнес-класс. Бизнес-класс. Ну, то есть, нет, я считаю, что мы вот за последние два месяца с Мининформаполитикой, я вот уже отметил, да, вначале, что проект по Центру оказания услуг в Кировском отделении реализовывается второй год. И, в принципе, здесь мы совместно с Мининформаполитикой достаточно далеко продвинулись. И сейчас у нас совместно с Игорем Владимировичем мы, в принципе, обсуждали тему развития лизинговых операций, развития услуг, связанных с строительством и приобретением недвижимости, в том числе с нашими ипотечными продуктами на базе нашего Центра ипотечного кредитования. То есть, у нас точек соприкосновения очень много. Тут подробности после короткого перерыва. Интервью с управляющим Кировским отделением Сбербанка Артемом Пищиком. Сейчас вы слушаете, у микрофона работает Светлана Занько. И вот, как и обещали, поподробнее о нескольких проектах, которые сейчас реализуются в нашем регионе. Поговорим с Артемом Александровичем. Но прежде всего я должна сослаться на большую историю, которую реализует наша радиостанция совместно с газетой «Бизнес-новости». Мы делаем, сейчас рассказываю Артему Александровичу уже о нас немножко ввожу в курс дела. Мы делаем большой проект «Разворот на бизнес». И там мы ни разу не разбирали историю с вот этим самым бизнес-классом, о котором вы говорили. Это не журнал глянцевый такой вот у нас есть в городе Кирове в регионе. Это большой проект Сбербанка. Он запущен, я знаю, в нескольких регионах. И сейчас мы его не с точки зрения рекламы этого продукта будем разбирать, а с точки зрения того, что он вообще из себя представляет, потому что о нем очень много пишут. О нем очень много говорят, и в том числе правительство Кировской области отчитывается, что все больше и больше участников в этом проекте, кто-то к нему подключается. Но я, прочитав кучу просто какой-то информации, я не поняла, для чего этот проект. Вот правда вообще. Мне вообще кажется, что очень многие проекты запускаются для галочки, для того, чтобы в конце года можно было сказать, что вот правительство с крупнейшим банком, заключается, развивается и прочее. Поэтому хочу от вас подробностей. Что за проект такой? Кто действительно к нему подключается? Для чего все это делается? В чем польза? Я, конечно, боюсь, что будет много громких слов, постараюсь как-то их минимизировать. Во-первых, смотрите, бизнес-класс, проект, он не новый в принципе, он реализуется уже третий год, он новый для Кировской области. То есть компания Google совместно со Сбербанком задумывались над тем, чего не хватает предпринимателям. И мы понимаем в последнее время, что не в деньгах счастье, действительно, а зачастую счастье-то оно в компетенциях, в умениях и в информации. Интересно это слышать от представителей крупнейшей финансовой структуры. Ну, так оно и есть. И я с этим категорически согласен. И как раз цель-то программы бизнес-класс в том, чтобы повысить уровень владения информацией, знаниями и уровень развития того или иного бизнеса, которым занимаются предприниматели. Ну, в первую очередь, фокус идет на малые предприятия, на предпринимателей. Потому что, как правило, у них не хватает вот этих всех компетенций. И зачастую не хватает информации, где это можно взять, и не хватает времени на то, чтобы эти компетенции свои все подтянуть. И, собственно, программа бизнес-класса состоит из таких коротких лекционных курсов, материалов, которые позволяют за достаточно короткий период времени, ну, суммарно, конечно, он там долго будет тянуться. Но, как мы считаем, что порядка полутора-трех часов в неделю, это максимум три часа, и то это многовато, вполне достаточно для того, чтобы за полтора-два месяца пройти этот курс и подтянуть себя в маркетинге, в бухгалтерии, в инвестиционной политике, скажем так, в понимании стратегического развития своего предприятия. И, как показала практика, как я уже сказал, проект не новый. За последние три года опыт других предприятий показывает, что по итогам прохождения данной программы увеличивается выручка предприятия, и в среднем, там, статистически от 30 и выше процентов прирост составляет. Увеличивается, конечно же, численность, среднесписочная численность сотрудников, которые заняты в том или ином бизнесе. И именно поэтому, в том числе, эта программа интересна и для правительства области. И я искренне уверен, что она интересна, ну, должна быть и в целом области, и отдельно взятым населенным пунктом. Потому что развивается бизнес, увеличивается сумма налогов. Ну, а банк, конечно, в этом тоже заинтересован. Да, пожалуйста, ваша выгода в чем? Наша выгода в том, что мы растим клиентов. Мы растим клиентов, и, конечно, если эти клиенты, которые наращивают свои объемы бизнеса, еще с помощью нашей продуктовой линейки смогут еще больше увеличить свои объемы бизнеса, ну, конечно, мы будем только благодарны. Программа бесплатная, то есть она ничего не стоит. Регистрация на портале business-class.pro, она и сейчас открыта для жителей, для бизнеса Кировской области. Можно зарегистрироваться. И, как я уже сказал, достаточно в таком, ну, не сказать, что свободном и спокойном режиме, но мне нравится выражение, что можно же принять решение, что посмотреть полтора часа фильм какой-либо, да, или сериал, или вот позаниматься и поработать с самим собой. Ну, Сбербанк не оставляет в покое и журналистов, и общественников, потому что запущена была в прошлом году история, в которой Сбербанк, главные лица Кировского отделения, посвящали время для того, чтобы устраивать такой ликбез. И для нас тоже, между прочим. При том, что мы сами не просили, надо сказать. Нас туда пригласили практически в первый раз. Это было, вот я просто по своему опыту помню, ой, ну что там Сбербанк устраивает, ну, по крайней мере, будет фуршет. Как думают общественники и журналисты часто очень, потому что очень много мероприятий. Не тут-то было, надо вам сказать, да. Нас загрузили информацию по полной, что называется, и ты втягиваешься в этот процесс, потому что, конечно, если ты развиваешься, если ты хочешь достигать каких-то там целей и, прежде всего, внутреннее удовлетворение от своей работы чувствовать, то, конечно, образование, развитие и контакты, и связи, это, наверное, самая главная компетенция, которую сейчас нужно развивать. Согласна. Вот еще в достижениях Кировского Сбербанка числится высокий процент участия в ипотеке, да, в строительстве именно в ипотеке. Свыше 60% ипотечного кредитования обеспечивает Сбербанк. И вы мне сказали в перерыве, что еще есть куда расти, есть к чему стремиться, хотя по регионам в России у нас один из самых высоких показателей. А я высказала скептическое замечание, что куда еще стремиться, когда рынок стагнирует строительный, когда масса непроданных квартир. Вот в этой ситуации совершенно непонятно, как действуют на самом деле финансовые структуры. Согласен. Ну, во-первых, да, хочется поблагодарить за то, что отмечаете работу Сбербанка. И действительно, наша доля более 60%, причем более того, на рынке кредитования строительства, объектов недвижимости, наша доля еще более 70%, 71%. Это непосредственная работа со строительными компаниями. Да, со застройщиками, совершенно верно. Но, как всегда, есть к чему стремиться. Есть регионы, которые показывают и более высокие доли. Есть 79%, если не ошибаюсь, по России. Ну, это такие вот, с одной стороны, заоблачные цифры, но, с другой стороны, вполне достижимые. Ну, тоже важно понимать там фактуру, за счет чего и как это происходит. В конечном итоге, на самом деле, важно, что меняется у жителей. И, конечно, в этом плане хочется, чтобы жилищные условия всегда улучшались, чтобы стоимость жилья, ну, как минимум, не росла, если мы говорим не об инвестиционных уложениях, а именно о неких улучшениях жилищных условий. Живе для себя. Да, в первую очередь, для проживания. И, конечно, чтобы ставки по кредитам, по ипотеке снижались. Собственно, условия снижения ставок, оно сейчас реализуется, ставки снижаются. С точки зрения улучшения жилищных условий, ну, здесь еще есть куда расти. И поэтому, несмотря на то, что вы отмечаете стагнирующий рынок, ну, мы отмечаем, что рынок не то чтобы стагнирует, он такой, знаете, вот, как это есть выражение, да, во флет ушел, такая горизонтально прямая. То есть количество сделок, оно растет, но не растет так, как было это вот в начале 2000-х, когда рынок там увеличился каждый год на 30-40%. То есть сейчас мы наблюдаем рост там порядка 10-11% в год. Хотя, в принципе, с учетом складывающих условий, с учетом того количества квадратных метров, которые вводятся, в принципе, это нормально. Но, опять же, я понимаю, что по Кирову, по Кировской области есть куда расти. И в этом плане мы для себя видим достаточно большие вызовы с точки зрения присутствия нашей на рынке, не только даже финансирования недвижимости, а на рынке операции с недвижимостью. И в этом плане, конечно, мы большой фокус внимания оказываем сейчас нашим программным продуктам, нашему порталу Домклик, на котором физлицо может самостоятельно выставить, например, объявление. И полностью вся сделка, начиная там с регистрации, ипотеки там и всего прочего, 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 можно сделать, опять же, в режиме одного окна. Два вопроса у меня сейчас по этому поводу появилось. Каким образом можно снижать ставку по ипотеке, увеличивая свое присутствие на этом рынке? То есть вы практически становитесь монополистом. Насколько я помню экономическую теорию, снижение цены обеспечивает конкуренция. Вы конкурентов с рынка, получается, убираете, но при этом умудряетесь снижать ставку по ипотеке. Как? Ну, как это, давайте смотреть еще шире. Причем это за две минуты нужно объяснить. Нет, за две минуты, конечно, реально. Ну, давайте так. Рынок ипотеки, на самом деле, это же не весь рынок операций с недвижимостью. И если смотреть шире, то на рынке ипотеки, да, 60-70%. Но если брать все операции с недвижимостью, то здесь, извините, нам даже далеко, до 40%. Поэтому конкуренция, она в этом. И наша задача, в первую очередь, не банковского учреждения, а именно учреждения, которые оказывают сервисные услуги по операциям с недвижимостью, как раз создать тот комплекс, когда человек, как я уже сказал, на принципах одного окна, одного обращения сможет совершить все операции, начиная от, допустим, подбора недвижимости, заканчивая ремонтом и переезда в эту недвижимость. Или, наоборот, если у него есть желание продать, то, соответственно, с момента размещения объявлений и получения денег на свою карточку. То есть здесь есть куда расти абсолютно. И конкуренция, поверьте, на этом рынке очень-очень такая жесткая, назовем это так. Но, опять же, радует, что в этом плане, на мой взгляд, за последние три года мы существенно продвинулись. За счет чего снижается ставка по ипотеке? Ну, это, во-первых, чистая вода экономика. И, возможно, это один из вопросов будет в дальнейшем. Ресурсы дешевеют. Ну, это видно и по индикативным показателям в виде инфляции, в виде ключевой ставки центрального банка. И, конечно, на этом фоне ставка в том числе снижается. То есть при инфляции в 4-6%, ну, по крайней мере, по официальным данным, конечно, ставка ниже 10%, она видится вполне разумной на этом фоне. Но это касается не только ипотеки, это касается и бизнес-кредитов. И в этом плане мы сейчас можем наблюдать беспрецедентно низкие ставки в истории современной России, начиная с 91-го года. Что нам грозит в ближайшее время, раз вы вывели нас на этот вопрос? Ставка будет снижаться, ключевая повышаться, оставаться на этом уровне? Наши ожидания, ну, как у нас есть аналитики, в том числе, да, Сбербанки, то есть ожидания аналитиков и прогнозы такие, что этот год, следующий год, он, в принципе, будет подходить под эгидой некого такого постепенного дальнейшего снижения ставки и ключевой, и ставок и по кредитам, ну, и важно понимать, что и ставок по вкладам в том числе. То есть здесь, ну, это процесс неизбежный. Если мы хотим дешевые кредиты, то неизбежно мы должны получать дешевые ресурсы, и одно связано с другим. Есть какая-то цифра, к которой стремится Центробанк, и стремятся банки по ставкам и по кредитам? Ну, давайте говорить о некой ставке инфляции 4%. Вот в перспективе, там, не очень близко, может быть, ни год, ни полтора, но вот инфляция следующего года, прогнозы, это в районе 4%, соответственно, ключевая ставка тоже будет там на полпункта, на полтора пункта в следующем году где-то будет снижаться. — И депозиты в таком случае составят в среднем? — Ну, разумно, конечно, что депозиты тоже вокруг ставки инфляции где-то, да, то есть у нас там, можно, да, называть. — 4-5% можно, конечно, называть. — Не выше, я думаю, да, не выше. — Ставки по депозитам. — По депозитам. — Ну, депозит — это же самый низкорисковый инструмент, и чем ниже риск, тем ниже ставка. — Боже мой, как время летит. Ведь были депозиты и по 15, и по 20% когда-то, на моем веку еще, и на вашем тоже. — Это было не так давно, кстати. — Да, мы об этом будем говорить. в следующих наших программах, потому что я надеюсь, что Сбербанк и специалисты Сбербанка будут участвовать в программах, где мы освещаем экономические и финансовые вопросы. Напоминаю, что это интервью управляющее Кировским отделением Сбербанка Артема Александровича Пищика. Я хотела, конечно, поговорить еще о новой волне такого хайпа вокруг того, что Сбербанк блокирует подозрительные переводы из счета, но у нас на это остается буквально две минуты. Успеете прокомментировать? — Я готов прокомментировать. То есть я, если понимаю, вопрос о том, что достаточно массово сейчас в соцсетях обсуждается тема, что Сбербанк блокирует операции, звонит по платежам и уточняет цели назначения этих платежей. В случае, если эти платежи там связаны с таким бизнесом и вещами, скажем так, то операции категорически блокируются, блокируются все счета. И сведения передаются еще раз в налоговую или еще куда-либо. Это не так. Мы общались туда, когда за пределами эфира. Я вообще закисываюсь. То есть если такого рода какие-то вещи есть, и они так или иначе имеют место быть, я готов с ними индивидуально разбираться. Глобально это не так. Мы переводы не контролируем в чистом виде. Мы контролируем как это, правомерность совершения операции с точки зрения, что мы должны убедиться иногда, что действительно это то лицо совершало операцию. И в случае, что если это лицо не совершало операцию, то, конечно, мы такую операцию постараемся заблокировать в избежании финансовых потерь держателя средств. В этом случае, конечно, осуществляются звонки, уточнения делаются, вы ли совершали эту операцию и так далее. И тогда человеку нужно конкретно звонящему ответить. Конечно. Четко, тут же не брать время на подготовку. Подождите, я подумаю и посмотрю. Прямо на месте. Так это происходит? Я повторюсь, операции могут вызывать подозрения. И в целях избежания несанкционированного совершения операций могут задаваться уточняющие вопросы. И все это основывается на какой-то законодательной базе? То, что банковские служащие имеют право выяснить? Это все основывается на том, что мы отвечаем за сохранность средств, которые доверили нам наши вкладчики. А если вам вкладчик говорит, нет, я не обязан вам комментировать, мои же деньги. С какой стати вы контролируете? По крайней мере, он должен подтвердить тогда, что да, он действительно эту операцию совершал, но не обязан подтверждать, например, почему он ее совершал и так далее. Но он подтверждает, что это он и так далее. Я чувствую, что здесь есть о чем поговорить и подробнее разобраться. Мы это сделаем в отдельной программе, устроим тоже такой вот ликбез. А пока благодарю Артема Пищика, управляющего Кировским отделением Сбербанка. Наше интервью подошло к концу. Благодарю. Хорошего лета, жаркого, только приятных впечатлений о Кирове, скорейшего решения всех возможных задач и проблем. И надеюсь, что мы еще встретимся в этом эфире. Обязательно. Спасибо вам большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин